Это кадры из дома по адресу Победа-5. Сгнившие доски, дырявая кровля и, как итог, квартиры, которые постоянно затапливает. Активисты Общероссийского народного фронта перед началом зимы проверяют, как идет подготовка к холодному периоду. На этот адрес они приехали после обращения жильцов. Крыша пятого дома – один из вопиющих примеров, как говорят общественники. Здесь нарушены многочисленные технические нормы. Причина – это открытые полностью фановые стояки канализации в помещении чердака. Данные системы инженерные должны полностью проходить крышу и выходить за пределами крыши. Причем вот эти стояки, они не должны быть пластиковые. В таком плачевном положении жители этого дома уже не первый сезон. Проживающий здесь Феликс Карапетян рассказывает, заселился в прошлом году, сделал ремонт, а вскоре квартиру затопило. В этом году ситуация повторилась. Многочисленные обращения в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, сетуют жильцы, ни к чему не привели. В этом году обратно такая ситуация. Они обещали, что до конца мая месяца мы все будем ремонтировать. И нет ничего, пожалуйста. Так как двое детей начали часто болеть из-за этого. Общаться с ним они только посылают другие организации. Сюда езжайте, отсюда езжайте. А конкретно ничего никто не делает. Как рассказывают общественники, управляющая компания отчиталась о том, что дом готов к зиме. На практике видно, это вовсе не так. Сейчас государственная жилищная инспекция выписала предписание, требуя устранить нарушения. 11 ноября состоится повторный выход инспекторов ГЖИ для того, чтобы проверить, будет ли исполнено предписание. Если оно не будет исполнено до 11 ноября, значит мы говорим о том, что данная управляющая компания по данному многоквартирному дому будет оштрафована. Представители администрации города говорят, жильцы дома должны проявить инициативу и отказаться от услуг управляющей компании, которая не выполняет свои обещания. Обращение от жителей о переносе сроков капитального ремонта на более ранний на комиссию не поступало. Поэтому здесь одно из решений для того, чтобы в кратчайшие сроки провести ремонт данной кровли, это смена управляющей компании, которая все-таки услышит жителей. Общественники обещают, они помогут жителям с переходом к новой управляющей компании. Всего на контроле у Общероссийского народного фронта сейчас 20 домов с проблемными кровлями в разных районах Самары. Управляющие компании не следят за веренным им жильем и не выполняют ремонтные работы. Хотя на бумаге отчитываются, что все в порядке. Активисты будут добиваться благополучного разрешения этой ситуации. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.